Приветствую вас, друзья, в эфире «Золотая рыбка». Меня зовут Евгения Додолев. В гостях у меня актриса, которую один мой коллега представил как женщину-космос. Ольга, кого? Я так понимаю, что это был отсыл к вашей несостоявшейся космической эпопее. Да, но я узнала, что сейчас опять собираются снимать картину, опять в космосе. Я думаю, почему же меня-то не приглашают? У меня даже справка есть, что я готова быть космонавтом. Вы же занимались и были вот просто уже одной ногой... В скафандре. Да, в скафандре, да. Почему не состоялось ваше... Ответ банален. Денег не было. Закончились деньги. Денег нет, но вы держитесь, как сказали вам. Вообще, в принципе, на вашем цехе, и я имею в виду именно финансовый аспект, отразилась пандемия как-то? Ну, конечно, отразилась, потому что несколько месяцев безработные артисты нету ни поездок, ни гастролей, ни мероприятий, ни фестивалей, ни творческих вечеров. Это было страшно, потому что никто не отменял жизнь, продукты, никто не отменял воспитание ребенка, одежду. И была такая короткая паника. Но когда границы открылись, это такое счастье выходить на сцену, видеть зрителей, слышать аплодисменты. А вы не экспериментировали? Многие в онлайн выходили, даже какие-то были проекты групповые. Вам не предлагали? Ну, как раз так сложилось, что именно перед пандемией я подписала контракт с Чеченским драматическим национальным театром, именем Хамбашином, Родиловым, для того, чтобы выпускать спектакль. И мне была предложена одна из главных ролей в этом спектакле. В Грозном? В Грозном. Я должна была репетировать в Грозном, выпускать премьеру в Грозном. И тут пандемия. И вы знаете, мы решили не останавливать творческий процесс, и мы репетировали онлайн на платформе. И это был совершенно новый опыт, потому что, не будучи знакомой с артистами лично, мне нужно было как-то проявлять какие-то эмоции. Оль, я уточню, артисты все тамошние? Все артисты чеченские. Все артисты чеченские. Столичных коллег не было. Единственное, что в этом спектакле, к этому спектаклю музыку написал Максим Дунаевский, были российские художники, режиссер по пластике, педагог по сценической речи. Все остальные были чеченские артисты. Причем это был первый спектакль, который они играли на русском языке, потому что это национальный театр. И это было очень интересно, потому что, во-первых, на интернет-платформе очень сложно было было что-то объяснить, потому что все равно я прорывалась через экран, потом через их незнание русского языка на таком уровне, на котором можно общаться. То есть они только, я извините, что перебиваю, выучили только роль? Нет, они очень плохо говорили на русском языке. Плохо с акцентом или с непониманием лекции? Им сложнее было изъясняться на русском языке. И они учили русские фразы как иностранные фразы, потому что опыта работы на русском языке у них не было. Поэтому для того, чтобы пробиться было к тому, чтобы мы понимали друг друга с партнерами, о истории любви, это нужно было, ну, не знаю, в миллион раз больше эмоций и каких-то моих человеческих чувств, чтобы пробиться, объяснить, доказать, потому что мы еще столкнулись с тем, что это разная культура, разная система взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То, что здесь для меня нормально, для них это табу. Допустим, женщина не может смотреть в глаза мужчине. У нас спектакли, несмотря на то, что мы играем спектакли о любви, истории любви, у нас нет ни одного прикосновения, у нас нет ни одного прямого взгляда. И я погрузилась в этот мир, и я открыла для себя очень много интересного, что, в общем, в принципе, прикосновения-то, может быть, и не надо для того, чтобы рассказать о чувствах. Сказала мне девушка, которая первый раз поцеловалась именно на экране. Я, насколько понимаю, согласно легенде, ваш первый поцелуй составился на съемочной полу. Идем всего Николая Чешиловского «Миллион в брачной корзине». Да, но вот сейчас, видите, спустя годы, десятилетия, я вдруг вернулась к тому, что, в общем, этого можно было бы и не проходить, вот такого опыта. И, вы знаете, получилась такая пронзительная история любви. 43-й год, оккупация Харькова, встречаются мужчина и женщина. Чеченский солдат и русская учительница. Она безумно больна, естественно, он спасает ее, естественно, он становится ее главной опорой. И они полюбили друг друга, потому что эту любовь свою они пронесли во времени, в пространстве, в разлуках, в предательствах, в потерях. И историю, которую написал замечательный драматург Олег Михайлов, специально для нас, специально для меня и для моего партнера Сулеймана Ахмадова, мы должны были сыграть на грани того, чтобы, ну, это была история о мужчине и женщине, но под таким флером кавказского мира и мусульманских традиций. И вот мы делали-делали наш чеченский спектакль, и когда мы уже абсолютно воссоединились с артистами, когда мы проехали несколько театральных фестивалей, это во время пандемии-то, когда уже получили несколько призов, наконец-то долгожданная премьера в Москве. А так как история у нас такая вненациональная, в Великой Отечественной войне, но, тем не менее, там есть нюансы депортации чеченского народа, для меня очень важно, как российский, московский зритель прочувствуют ту трагедию, которую мы все вместе пережили с нашими национальными республиками. И для меня это очень важная премьера. 7 и 8 апреля мы приглашаем всех в театр имени Ермоловой, потому что именно там произойдет вот эта история первого путешествия нашего спектакля на московскую сцену. Вы с 15 лет в киноиндустрии фактически, и вот в вашей среде вообще приняты вот эти обнимашки. Да, обнимашки, целовашки, да. Это в контексте этой эпидемии как-то изменились эти традиции, или по-прежнему все друг другу бросаются обнимать, тискать и целовать? Ну, вы знаете, это, наверное, зависит от человека, потому что кто-то в панике, в страхе о том, что вот сейчас можно любым прикосновением передать этот коронавирус, они, конечно, сейчас вот прям, вот, знаете, шарахаются от, но я к этому отношусь более спокойно. Почему? Ну, мне кажется, чему быть того не миновать, во-первых, во-вторых, ты не знаешь, к чему ты прикоснешься и каким образом этот вирус может тебя посетить, но я перенесла эту болезнь на ногах, не зная, что я больна, у меня были такие длительные гастроли, и, в общем, заболели несколько человек в нашей труппе, но я перенесла это без температуры, без каких-либо таких симптомов, о которых всех говорят, поэтому я не знала, что я больна, более того, что все вот эти вот мазки, так скажем, они, ПЦРы, они были отрицательные. Но потом я увидела у себя антитела и поняла, что я просто перенесла это заболевание. Да, очень многие перенесли на ногах, не заметив, ну или заметив какую-то простуду. То есть вы считаете, что, в принципе, у нас эти маски и дистанция навсегда сохранятся, или это какой-то будет период, и потом все восстановится? Вы знаете, вот социальная дистанция, мне кажется, что у людей появился социальный страх общения. То есть если раньше и так мы были все внедрены в общение с этими гаджетами, да, и в компаниях мы пересылаем друг другу какие-то фотографии, вместо того, чтобы просто посмотреть друг на друга и сказать какие-то хорошие слова, то сейчас, мне кажется, это еще набирает обороты. И зрители, которые вот испуганы тем, что вот они сидят там через один, что вот эти вот маски, в России, в Москве у нас 50-процентная рассадка, вот, допустим, я приехала сейчас с гастролей из Краснодарского края, там 30%, в Ростовской области 50%, в Кемерово, допустим, 100%. То есть в каждом регионе свои правила. И, допустим, если раньше во время гастролей зрители всегда прорывались на сцену, фотографировались с артистами московскими, то сейчас вот у меня вот в этом аспекте появился страх. Я прошу, пожалуйста, не надо ко мне никого... Ну, вам-то нечего бояться, у вас антитела. Или на всякий случай мало ли еще что там будет. А сейчас по второму разу болеют. И потом у меня там маленькое-маленькое количество этих антител. Но мне кажется, что, конечно, народ просто боится вот общаться. И когда люди приходят в театр, вот просто это вот висит, вот это вот какое-то такое ощущение страха. А вообще, если мы говорим о веяниях последнего времени, в вашем цеху на Западе, в Голливуде, ну и вообще в целом в Европе тоже пошла вот сейчас целая волна вот этих каких-то разоблачений, так называемых харассмент, домогательства. Вам в голову не приходилось вспомнить что-нибудь, когда-нибудь кто-нибудь с вами поступил не так, как должно было? Ну, во-первых, это того не стоит, чтобы об этом вспоминать и говорить во всеуслышании. Это на совести тех людей, которые пытались что-то сделать. Поэтому я ни в коем случае не рассказываю о каких-то таких вещах, потому что я их вычеркну из своей жизни. Этих людей? Этих людей, эти воспоминания. То есть у меня есть свое мнение, а не обязательно с ним делиться. Вот вы когда про политику упомянули, я вспомнил, что недавно совершенно вышел большой материал, который был озаглавлен Павел Табаков, звезда сериалов и митингов. Сейчас очень многие артисты были вот в этой движухе, вовлечены. Вы считаете, в принципе, люди вашего ремесла должны... У вас, допустим, вы аполитичны, но если у человека что-то наболело, он должен это все-таки держать в себе, помня о своей миссии актера прежде всего? Или он должен разделять работу и общественную деятельность, условно говоря? Вы знаете, очень часто нашего брата используют для того, чтобы мы донесли какую-то мысль, какое-то мнение. И не всегда люди, мои коллеги, рассказывают об этом, потому что это их точка зрения. Потому что очень часто за это, к сожалению, еще и платят. Да? Да. Поэтому я для себя раз и навсегда решила, что ничего политического из моих уст никогда не будет. И тем более я не буду за это получать деньги и не буду таким образом зарабатывать. Потому что это уже нечестный аспект такой. Но если у кого-то наболело и кому-то хочется говорить, у меня есть среди друзей люди, которые постоянно включаются в какие-то дебаты, но это их выбор, я их абсолютно не осуждаю. Но когда меня приглашают в какие-то ток-шоу, что-то обсудить, проанонсировать, я очень серьезно думаю, насколько я имею право говорить о том, о чем меня просят. Поэтому чаще всего отказываюсь. В Фейсбуке еще очень много пишут, ну, скажем, последний год про Александра Петрова. Я вот беседовал с Владимиром Хатиненко недавно, и он сказал, что он как кинематографист считает, что Петрову надо бы на карантин. Чтобы немножечко отдохнуть. Что вы скажете? Есть такая вот тенденция, начинают у нас снимать актеры или актрисы? И вот это почему? Потому что это нравится зрителю, человек попадает, резонирует с какой-то зрительской симпатией, или это мода, почему вдруг какого-то актера или какую-то актрису начинают снимать подряд по 10 проектов в год? Как вы считаете? Допустим, актер попал в точку, или продюсер, режиссер выбрал артиста, который вот таким образом завоевал сердца зрителей. Может быть, лень искать кого-то другого. И вот, мне кажется, снимают артиста до уже опустошения абсолютного. Потом меняют персонаж. Это так. Потому что иногда смотришь, ну действительно, на разных каналах одни и те же люди. Это что, других нет? Есть, конечно, и много талантливых актеров, и молодых, и опытных. Ну просто, мне кажется, это какой-то такой вообще просто лень поискать. Вот смотрите, я училась в Авгике. К нам постоянно приходили ассистенты режиссеров. Они ознакомились с поступившими во все театральные вузы. Они заводили картотеки. Они знали, что и как. То есть мы все давали свои там параметры. Кто что может. Петь, танцевать, водить машину, говорить на иностранных языках. Сейчас, в принципе, такой базы как таковой нет. Есть ангажированные агенты, которые, мне кажется, не особенно затрачивают себя для того, чтобы искать для определенного артиста работу и доказывать, что вот там актриса Иванова, она может это, 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 берите сюда, берите туда. Ну просто используют тех артистов, которые вот сейчас на плаву. А дальше вот их плод, в общем, куда-то отойдет, их момент пройдет. И дальше они будут искать другие, другие имена, которые будут также им помогать быть агентами. Хорошо. Ну а конкретный вопрос. Петров нравится вам? Ну, вы знаете, мне кажется, что Саша Петров, он человек из сегодняшнего дня. Вот, вы знаете, я не могу сказать, что он безликий или что он многоликий. Вот он сегодняшний человек, который воплощает вот сегодняшнюю ситуацию. Человека, который вот интегрирован вот этими гаджетами, какими-то такими манерами общения, когда вроде как не общаешься. Потому что молодые артисты, они в принципе не особенно утруждаются, чтобы выговорить слова на сцене или в кино. То есть они как бы говорят, ну вот как вот они вот повседневная такая вот шпана, я не знаю, вот они не думают о том, что у них должен быть какой-то слог, что они должны. И не потому, что они не умеют, а потому что вот их такими принимают. Им даже не нужно иметь навыков носить исторический костюм. Ну это все проходит, ну да, вот такой вот сегодняшний день, когда в принципе можно быть самим собой и не затрачиваться, не изучать манеры, акценты и так далее. Вот мне кажется, что Саша при всем своем таланте, он уже слишком уже выхолощен теми ролями, которые ему предлагают. Потому что в принципе они очень похожи друг на друга. Знаете, здесь Никита Сергеевич Михалков общественностью очень удивил, рассказав о гонорарах молодых звезд, и многие были поражены, что за рабочую смену, то есть менее чем за сутки, по четверть миллиона получают, по полмиллиона артисты. Сейчас в принципе люди вашей профессии больше зарабатывают, чем, ну скажем, 20 лет назад, в начале века. Вы знаете, когда я заканчивала в ГИК, все было очень просто и ясно. Были категории. Три, да, по-моему, или сколько их было? Ой, я не помню. В общем, я когда закончила в ГИК, я была актрисой высшей категории с оплатой съемочного дня 44 рубля, плюс две репетиции. То есть я получала в день 88 рублей. Допустим, народные артисты получали 56 рублей, плюс две репетиции, они получали 112 рублей. Это было очень много в день съемочный. Да, это же зарплата была инженера, да, месячная где-то. Но я понимала, что на этот съемочный день я могу себе многое позволить. Потом гонорар стал больше, то есть можно было не быть народным артистом. Про какие годы мы говорим? 80-е. Это 80-е годы. 80-е годы, да. То есть да, это действительно зарплата. До 90-х годов, когда вдруг все поменялось, и вся система и оплата труда тоже поменялась тоже. То есть можно было сняться в каком-то кооперативном фильме, получить какие-то зашкаливающие суммы и так далее. Кооперативные фильмы были, я не знал. Кооперативное кино, допустим, «Мордашка». Вот такие какие-то фильмы, которые были не Мосфильм, не киностудия Горького, а какие-то люди, которые принесли в этот фильм деньги, сняли и продали. Очень хорошо продали, потому что и фильм прошел, и артисты заработали, и все деятели заработали. А потом начался этап, когда, вот уже как договоришься, ты говоришь, 10 тебе говорят, нет, Олега Игоревна, 2. Я говорю, нет, ну хорошо, давайте хотя бы там... То есть это сейчас, мне кажется, нету четких каких-то ставок, и действительно, вот если ты на плаву, то тебе платят много. Если ты где-то задрейфил, то у тебя, конечно, гонорарная часть отличается от тех, кто... От Саши Петрова, так скажем. Мы в советское время упомянули, сейчас очень много снимается ремейков, таких культовых советских лент. Как вы к этой тенденции вообще относитесь, в принципе? Очень сложно, потому что мне кажется, что это говорит только о кризисе жанра, потому что нету собственных идей, и люди мало думают о том, чтобы создать. А пересоздать, переснять, ну, особого творчества в этом нет, и, ну, на мой взгляд, многие фильмы гораздо ниже по уровню, которые, ну, один раз того сложно посмотреть. А шедевры мы смотрим из поколения в поколение, и там, советские фильмы. А почему мы смотрим? Может быть, это просто дело какой-то привычки, такой радость узнавания, ты знаешь, что будет в следующей сцене, это как бы вот, ну, как дети, знаете, они любят, чтобы им сказку читали каждый вечер одну и ту же. Может быть, в этом дело? Ну, мне сложно сказать, но я вижу, как артисты играли. По-другому они играли? Как я подключаюсь к фильмам, которые я знаю наизусть. Ну, я даже жду этой сцены, но я каждый раз у меня бегут мурашки по коже, глаза наливаются слезами, потому что, ну, вот как это вот сыграно, тонко, или как можно смеяться над этими фильмами, над актерской игрой. Они все разные, они какие-то такие, ну, неподражаемые абсолютно. Сейчас все-таки так все очень ровно. Большая ли дистанция, как вы считаете, между нашими актерами и голливудскими в плане именно мастерства? В советские времена у меня был несколько раз опыт работы в американском кинематографе. Да, наверное, это были не такие звездные фильмы, но, вы знаете, мне кажется, у американских артистов у них какая-то очень правильная технология игры, именно та технология, которую очень ловит камера. То есть, может быть, они так глубоко и не затрачиваются, но камера ловит вот именно этот момент, и они очень хорошо управляют этой техникой. И мне очень понравилось с ними работать, потому что они как-то очень четко выполняют эту задачу перед камерой. Они знают, чем отличается крупный план от среднего, чем отличается от общего, и какими жестами. Знаете, когда я пришла первый раз в театр армии, и меня пригласил Леонид Хейфец на роль Нины в спектакле «Маскарад», моим партнером был Олег Иванович Борисов. И после длительного застольного периода у нас начались репетиции на сцене. И он попросил меня прийти чуть пораньше перед первой репетицией. Я пришла в это огромное пространство зала театра российской армии. Я вышла на сцену, и мне показалось, что я при своих метрах 77 стала гораздо меньше. И вот он говорит, Оленька, вот видишь это пространство, если ты не будешь личностью, то это пространство тебя нивелирует, и ты будешь себя чувствовать действительно клопом каким-то. Поэтому это пространство нужно любить и отдавать. Звук нужно веером распределять, движения должны быть широкие. Это театр. Кино, это вот может ресницы дрогнуть, и зритель все поймет. Ну, главное, чтобы они правильно дрогнули с ощущением того, что они дрожат не потому, что это технически ты знаешь как, а чтобы твое сердце тоже подключалось. Все-таки, мне кажется, между американцами и нами есть такая разница, но не всегда она в плюс той или другой стороне. Вы знаете, мне американские актеры, из тех, с которыми довелось общаться, всегда рассказывали, что они умеют все. Они поют, они танцуют, они фехтуют, что, в принципе, очень много труда вложено в профессию. Вот вы каскадер. Со стажем. Со стажем, да. Вы и фехтуете блестящее, знаю, и поете. Но, в принципе, актер может, не освоив вот все эти навыки, стать выдающимся в своем ремеслии, если он не умеет петь, не умеет бить четку, не способен выполнить какой-то трюк. Надо это, в принципе, актеру? Или это не обязательно? Должно быть вот что-то внутри, он должен вот обладать... Я думаю, это условия, так скажем, и необходимые, но недостаточные для того, чтобы быть артистом, потому что твои навыки могут никому не пригодиться. Ты можешь хоть четку бить, хоть на барабанах играть, а тебе нужно сыграть сложную драматическую сцену, а у тебя вот внутри ничего не йокает для того, чтобы потом йокнуло у зрителя. Но мой учитель Сергей Федорович Бондарчук, он говорил, что артист должен быть синтетическим, особенно в кино, потому что слишком много технических нюансов, для того, чтобы состоялся фильм. Прежде всего, монтаж, естественно. Поэтому от артиста требуется... В общем, чем больше он на себя представляет, тем больше его будет в кадре. Поэтому, конечно, именно Сергей Федорович внушил нам, его студентам, что мы должны все делать самостоятельно, быть хозяевами своей роли. Кстати, про американцев. Вот вы говорите, что они умеют все. Я снималась в американской картине, такой был триллер «Похорона крыс». Я играла отрицательную роль. Кстати, это была первая отрицательная роль. После всей моей романтической судьбы советского кинематографа, когда я была лирическая голубая героиня, и все меня использовали именно таким образом. Вдруг американский продюсер увидел мое истинное лицо. И я сыграла такое «Ищадие А», да, которое там, ну, в общем, убивало, душило, мыстило, такая амазонка, такая жесткая, жестокая. И я должна была там фехтовать. И у меня была сцена с американской моей коллегой. И если я этот бой прошла с каскадерами от и до, и не было ни одного нюанса, чтобы я не могла это самостоятельно сделать, и меня никто не дублировал, то моя американская коллега, она говорила, что ну как же, она же может упасть, ее же могут там поцарапать и так далее, а ее тело слишком дорого стоит. Наверное, мое тело стоило не так дорого. В любом случае, я играла без дублеров, а она работала с дублерами. Зрители, конечно, этого не знают. Да. Но я-то знаю правду. И мы теперь тоже знаем правду. Оля, мы заканчиваем. Следующим у нас есть «Золотая рыбка». «Карась дядя Володя». И мы просим гостя, чтобы он загадал желания. Золотой рыбки. В слух? Да. Вот так вот у нас вслух. А ведь те желания, которые загадываются вслух... А у нас сбываются. А у вас сбываются, да. Дорогая золотая рыбка, я так хочу, я так хочу, чтобы мой сын Витя и моя дочка Таня достигли того, о чем они мечтают. Потому что моя мечта – это видеть их реализацию. Потому что я знаю, что я имею к своим детям самое-самое близкое... Трогательное. Трогательное ощущение. И все равно это моя плоть и кровь. Я желаю вам счастья, дорогие детки. Я вас очень-очень люблю. А золотая рыбка все исполнит, я знаю. Ну, я увидел Кабо маму, столь же прекрасную, как Кабо во всех ее ипостасиях. Огромное вам за это спасибо. Спасибо за разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!